Приветствую вас. Если отвечать на ваш вопрос прямо, то есть вот как себя вести в этой ситуации, вот если отвечать на этот вопрос прямо, то я бы сказал, что нужно дать человеку возможность побыть наедине с собой, да, то есть не трогать его какое-то время, не звонить, не писать, ему тоже не позволять это делать, то есть сказать, что ну ты мне не принадлежишь полностью, ты до сих пор не сделал свой выбор, ты до сих пор со своей женой, ты не учел от нее, да, то есть дети, дети, это понятно, но как бы я все равно не чувствую себя, я не чувствую, что ты рядом, я не чувствую, что мы вместе, вот. И поэтому я не хочу, чтобы ты мне звонил, писал, дарил подарки и так далее, то есть ты мне можешь не звонить и не писать, не дарить подарки, ничего, просто будь рядом, просто будь рядом, просто будь со мной, то есть живи со мной, да, вот. И пока ты не готов, пока ты сомневаешься, соответственно, я не хочу тебя видеть, например, вы можете сказать так, в принципе, вы так поступали уже, вот, и мне кажется, что вам нужно просто проблужить свою вот эту вот линию, да, то есть вы унижаетесь перед мужчиной, когда принимаете от него его знаки внимания, вы унижаетесь перед человеком, когда позволяете ему что-то делать для себя, вы унижаетесь перед человеком, как-то выступаете его девушкой, его женщиной, потому что вы не его женщина, да, он даже не развелся до сих пор, по сути дела. И я думаю, что если говорить о том, как себя вести, то это здоровое такое отстранение. Вот именно вовне, да, именно вот в том, что касается внешнего поведения. Отстранение, отдаление от него, ну, такое, да, то есть не совсем полное, не до игнорирования, но отдаление. И, соответственно, повышение своей ценности в его глазах и своей ценности в своих глазах. Потому что вся эта ситуация, она влияет на вас очень негативно и, собственно, ну, больно. Вам просто больно. Вот. Вот надо страдать, а если человек страдает долго, да, то он привыкает к тому, что его жизнь зависит от других людей. И он привыкает нести ответственность за себя, жить другими и зависит от других. Что, в общем-то, является негативом для вас. Абсолютно полностью деструктивной моделью поведения. Вот. Это то, что касается, значит, того, как вам себя вести. Теперь, если позволите, я разберу ваш текст, значит, я дам комментарии некоторые по тексту. Вот. И будем надеяться, что вам это поможет. То есть вот, если вы отстранитесь от человека, да, то у вас будет время для того, чтобы обратить внимание на себя. И вот то, на что стоит обратить внимание на себя, я и хотел бы озвучить. Я бы и хотел предложить вам. Может быть, что-то из этого вы решите обсудить с психологом. Может быть, что-то из этого вы решите как-то вот, ну, не знаю, может быть, для себя использовать самостоятельно. Итак, два с половиной года назад я познакомилась с молодым человеком. Он женат. Вначале по классике просто общались, были общие интересы. Через два месяца переспали, и он мне признался в любви. Ну, смотрите. Два с половиной года вы познакомились с молодым человеком. На каком основании? То есть вот, что объединяет вас с мужчиной, помимо общих интересов. То есть общие интересы, люди дружат, да, никакого секса между ними, понятное дело, нет и быть не может. У вас он случился, случился довольно скоро, да, то есть два месяца всего лишь прошло, ну, с учетом того, что мужчина женат. Вот. И, соответственно, вопрос, да, вопрос такой, что у вас общего с мужчиной? Значит, с какой целью вы познакомились? Вот, в период общения вашего, вы как-то, вот именно вы, Ольга, вы как-то искали себе других мужчин для отношений? Были ли у вас, значит, до этого отношения? Как вы отнеслись к тому факту, что мужчина женат? Вот. Вот вы говорите по классике жанра, за счет, что это такое, да, за классика жанра? Это принижение, это обесценивание, это своего рода такая обреченность, да? Ну, то есть безволие, невозможность принимать решения, возможно, которые, ну, были бы именно вашими, которые были бы над целями именно на заботу о себе. Дальше. А где общие интересы, значит, через два месяца переспали, он не признался в любви. Ну, опять же, вот вы говорите, значит, что переспали, понимаете, да, что вас, в общем-то, никто не тянул нас сильно в постель, и, соответственно, вы сами для чего-то захотели с ним переспать. И я здесь рекомендую вам обратить внимание именно на это, на то, чего вы хотели. Вот, чего вы хотели, вступая с человеком в интимную связь. Вы пишите, значит, он не признался в любви. Так, ну, а вы, как бы, вы любите его? Непонятно. Я, естественно, поставила вопрос, ребро, если любишь, уходи. Ну, вот вы видите, здесь для нас любовь, это как будто жертва, что ли. То есть, если любишь, уходи. А вы, вы, если любите, что должны делать. Почему вы ждете от мужчины того, чтобы он уходил? А часто вы сами сделали для него. Если у вас к нему любви не было, то какое вы имеете право? Право просить от него уйти. Если вы его любите, то нужно сказать, что вы готовы сами для него сделать. Но, в любом случае, ультиматум это такая позиция преследователя, да? Вот, и мне кажется, что здесь вы как будто стремитесь к контролю. То есть, вы хотите контролировать человека, контролировать мужчин. Для чего? Для своей безопасности. То есть, только так, через контроль, вы чувствуете безопасность. Возникает вопрос, что вы можете сделать для того, чтобы самостоятельно обеспечить себе безопасность. Далее, вы пишете, что полтора года он меня кормил обещаниями, что вот-вот я разведусь, уже заявление подал и так далее. Ну, Ольга, знаете, вы допустили ошибку. То есть, помимо того, что у вас явно заниженная самооценка и неуверенность в себе, а также склонность к тому, чтобы обесценивать свои потребности и свои нужды. Вот. Ну, не знаю, может быть, еще у вас проблемы с личными границами, то есть, с ответственностью, да, за себя и за другого человека. Вот. Ну, помимо всего этого, вот, вы здесь выступаете как жертва. То есть, он меня кормил. Знаете, вы поставили человека перед фактом, либо любишь меня и со мной, либо уходи. Ну, от меня уходи. И вы не сдержали слово. Вы не сдержали слово. Потому что вы полтора года терпели его обещания. И у меня вопрос возникает. Для чего вы давали, ну, как бы, для чего вы занимали позицию свою, которую не могли продвигать и защищать? Дальше. Мы то встречались, то расставались. Ну, то есть, это такие качели. Эмоциональные качели, получается. Ага. И, причем, опять же, заметьте, что у вас нет здесь своей воли. Вы говорите мы. Вы не говорите я. Вот. У вас вообще, вот кроме фразы, где вы поставили вопрос ребром, да, и я пока больше нет. Нет я. Есть мы, есть вот тот, кто познакомился с молодым человеком. Вот. Ну, познакомился, это даже без я. То есть, тут просто познакомился. Ну, как будто случайно, и от вас это как будто не зависело. Ровно год назад я его бросил, а после очередного я не могу продать семью и детей не хочу уйти. Не могу уйти. Ну, то, что вы его бросили, это у вас иллюзия. Да? Иллюзия отношений. И я бы сказал, что здесь в некоторой степени есть некий бег от действительности, потому что, на самом деле, отношений у вас не было. Никаких. То есть, вы не могли его бросить, потому что он не был вашим. Вы не могли от него уйти, потому что он был не с вами все это время. Вот. И вот то, что вы говорите, это позиция такой идеализации своего рода. Через три недели он позвонил и сказал, что принял решение развестись. Ну, то есть, вот человеку, да, нужен такой пинок, человеку нужен такой кнут, да, чтобы он что-то сделал. Ну, иногда это неплохо, но в вашем случае ситуация заключается в том, что мужчина все делает из-под палки для вас. С того момента пошло движение, купил квартиру, практически доделал ремонт, подписал жену мировое соглашение, но продолжает жить в семье и не подавать заявление. Наверное, вот, мотивирует тем, что ему страшно уходить от детей. Ну, это что-то новое. Я слышал истории о том, что страшно уходить от жены, от родителей, но от детей, что страшно уходить, это я слышал впервые. То есть, здесь либо мужчина обманывает вас, либо он очень зависимый человек, либо у него очень сильно развито чувство стыда, чувство вины сильно развито. Это значит, что он не руководствуется, опять же, своей волей в том, что делает. Ну, в принципе, с учетом того, что о себе написали вы, я думаю, что только такой мужчина вам подходит, потому что вы каких-то, каких-то вот таких здоровых отношений на принятие себя, на принятие, ну, другого, вы не строите. И мне кажется, что данный момент является, ну, таким, довольно важным. Довольно важным, потому что, ну, вот, у мужчины нет воли. Вы его стимулируете. Мужчина не думает о вас, да? Ну, то есть, он, как вы пишете, он думает о себе, но мы до этого еще не дошли. А вот из того, что я пока прочитал, он, собственно, любя вас, допускает, что вы страдаете. И это не любовь у него к вам. Это потребность. На фоне жены вы лучше. В сравнении. По сравнению с ней вы лучше. Будете ли вы их лучше просто, ну, просто без фона? Ну, это большой вопрос. Это большой вопрос. Именно поэтому людям рекомендуется сперва уходить от своих супругов, побыть немножко одним и потом уже смотреть, с кем они хотят быть. А так, получается, что вы постоянно по сравнению. То есть, по сравнению всегда в чем-то выигрываете, в чем-то проигрываете. А это не здоровые отношения. Это отношения, хочу-не хочу, лучше-хуже. Да, то есть, это не цельное принятие другого человека. Так, значит, про нас вокруг все знают. Даже его жена. И вот смотрите, его жена знает, но не выгнала его, да, не просимулировала его уйти. Сама не подала на развод. То есть, человек тоже, видимо, ну, видимо, такой, не очень любит себя и детей. Детей, кстати, вообще никто не любит, потому что для детей это все стресс очень большой. Он проводит со мной практически все свободное время, дарит мне подарки, ничем не отказывает. Ремонт закончен. Все в этой квартире делалось с учетом моих пожеланий. И, значит, на тот момент переезда он тянет. Так, ну, здесь, опять же, мне кажется, что вы, знаете, как такая, как королева. То есть, почему с учетом ваших пожеланий, а его пожеланий. То есть, у меня такое ощущение, что мужчина вас идеализирует. Просто идеализирует. Пока, пока вы, ну, вот, как бы, на одной чаще весов, а на другой чаще весов его жена. Вот, он вас идеализирует. Что будет потом? Ну, обычно, когда бывает идеализация, то потом происходит деидеализация. Так, он тянет. Ну, честно, мне признается в том, что боится, что ему будет без детей тяжело. А вдруг он будет тосковать без них, без них и так далее. И так далее. Ну, что можно здесь вам сказать, да, по поводу того, что он, значит, он будет тосковать без детей. Будет, конечно. Будет. Это нормально. Ну, вы понимаете, это его чувство, это его желание, это его противоречие. И мужчину нужно оставить с ними, со своими проблемами, чтобы он сам эти свои проблемы решал. Ваша ошибка вторая в том, что вы его поддерживаете. То есть, поддерживать человека в нерешительности нельзя. Вы увеличиваете его нерешительность, вы увеличиваете его неуверенность в себе. Так? И связано это с тем, что у вас нарушены, опять же, личные границы. То есть, где-то мы, где-то нет, нет, я у вас, а где-то наоборот и я, и нет, мы. То есть, все перемешано здесь, ну, вот, на мой взгляд, на мой взгляд. Все перемешано, да, то есть, нет у вас четких, четких границ между тем, где вы, а где другой человек. Значит, при всем при этом, он каждый день их отходит и будет относиться в школу. Значит, каждый день с ними. Ну, как-то странно. Вы пишите, что он все свободное время проводит с вами, и при этом он каждый день с ними с ними. То есть, мужчина, он, получается, разрывается на части, получается, хочет и им, и вам. На самом деле, это не очень хорошо, потому что у детей должно быть свое место, свое время, своя роль, а у вас должно быть свое место, своя роль, вот, и свое время. А у мужчины явно не получается это распределить. По выходным свято вводит их в кино. Ну, вот свято это, это у вас такая обида прямо, да, что он вводит их, а не вас. Ну, здесь мне кажется, что вы не уверены в себе. Здесь мне кажется, что вы не уверены в собственных силах. Вот, вы себя обесцениваете здесь, ревнуете, вот, ревнуете и к детям, и к жене. То есть, это все говорит о самооценке заниженной и о собственном стройке. Ну, может быть, о том, что вы боитесь быть одна. То есть, непринятие себя. Так, попросил меня немного подождать с переездом в его квартиру, так как ему нужно привыкнуть к новой жизни. Я не очень понял, к чему он привыкает, потому что живет он, судя по всему, у детей. Говорит, что после своего переезда он будет все время проводить с детьми, так как его мучает чувство вины по отношению к ним. Ну, вот, понимаете, да? И это чувство вины, оно будет проецироваться на вас. Это чувство вины, оно будет постоянно мешать вам. Вы будете чувствовать себя виноватым, потому что мужчина будет переносить на вас. Вот это вот чувство вины. То есть, в этом, в этом моменте вам нужно опять же отдалиться и сказать, так, это твое чувство вины, это твой выбор, это твое решение. Разберись с ним и как будешь готов быть со мной. Не готов не будем. Вот. Ну, тем не менее, вы, ну, нуждаетесь в нем. Вы боитесь его потерять. Вот. И, соответственно, раздворяетесь в нем все больше и больше. Тем, что говорите, что поддержите его, значит, что понимаете его и так далее. Вы пишите, что мнение в невыносимом вы мысль о том, что он там с ней под одной крышей. Хотя говорит, что чувств в ней не испытывает. А невыносимость в чем? Вот. Развейте эту мысль. Чувства ваши, опишите, какие они, к чему вас ходят, на что они направлены. Так, значит, последний наш разговор закончился с тем, что ему сказали, что поддержу, теперь сомневаюсь, смогу ли это выдержать. Поддержу в чем, выдержать что. Я не очень понимаю. Если честно, меня разбирают противоречивые чувства. С одной стороны, хочется его послать, потому что в этой ситуации он думает исключительно о себе. Мои чувства он не заботит, хотя говорит, что любит. И что самое дорогое, это дети и я. Ну, вы знаете, вы не сказали, что вы любите его. И кроме того, что вы его поддерживаете и терпите, то, в общем-то, тоже можно расценить, как поведение для себя. Я, в общем-то, и не увидел ничего, чтобы указывало, что вы его любите, чтобы указывало на то, что вы для него что-то делаете. Вот. То есть, он все-таки квартиру купил или ремонт сделал, да, и мировое соглашение с женой подписал, и дом обустроил по вашему желанию. Ну, это просто как бы, ну, исходя из того, что вы написали, а что сделали вы, кроме поддержки? А для чего вы его поддерживаете? Вот. То есть, понимаете, вы как будто ждете от него того, что он будет вам что-то давать-давать. То есть, вы ждете от него чего-то. И ради этого все делаете. Но я не увидел, что вы любите его. И вы не написали этого, что вы любите его. Поэтому, вот здесь, на самом деле, мне кажется, нужно разбираться. Разбираться. Как бы вы не проецировали на него то, что вы чувствуете к себе. Что это вы не забудете о своих чувствах. Что это вы не думаете о себе. Что это вы нанесете ответственность за себя. Вот. А на него вы это проецируете. С другой стороны, я его понимаю, как ему трудно в сорок лет менять свою жизнь. Ну, если вы понимаете, то да, опять же непонятно, почему вы задавили вопрос ребром. Если ему трудно. Если ему трудно. Вот. То есть. Ага. Мне кажется, что, мне кажется, что ваш враг, это ваши ожидания в первую очередь. Ваш враг, это непринятие того, как мужчина проявляет свою любовь. То есть, я не понимаю, если вы говорите, что он вам ни в чем не отказывает, проводит с вами все время, значит, свое с вами, значит, дарит вам подарки. Вот. И так далее, то в этом смысле не очень понятно, как это коррелируется с тем, что вы пишите, что он думает только о себе. То есть, тут вот нужно, конечно, растираться более подробно. Вот. Ну, очевидно, что во всей этой истории вы забыли про себя, забыли, кто вы, забыли, какая вы, забыли о том, куда вы идете, забыли о том, чего вы хотите, забыли о том, что вы ответственны за то, что происходит в вашей жизни, а не он. И, в общем-то, заняли позицию такой шерквы преследователя. И все это, вероятно, из-за того, что вы боитесь одиночества и из-за того, что вам, ну, вот это вот все нужно. То есть, вам нужно, чтобы с вами кто-то был, вам нужно, чтобы кто-то для вас что-то делал, вам нужно, чтобы квартира была сделана по вашему желанию и так далее. Почему? Ну, потому что, возможно, вы испытываете потребность в любви и во внимании. Потому что позиция ваша, она не позиция взрослого. Это позиция такого родителя строгого, такого даже подавляющего, если любящий вход, да, то есть контролирующего выход. И это позиция ребенка. Я ревную, ты не уделяешь мне внимания и обиды. Это детские все, модели поведения. А взрослого, взрослого у вас нет. Вот мне кажется, что нужно вспомнить о своих желаниях и все-таки адекватно эти желания реализовывать. Ну и подумать над тем, что же вы все-таки чувствуете к этому мужчине, что это действительно за чувство. И если это любовь, то похоже ли это на любовь, то, что вы делаете. Вот. Я думаю, что так вам можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Даже если у вас будут какие-то вопросы, обязательно обращайтесь, я вам помогу. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. И удачи вам. Надеюсь, что ситуация разрешится. .